Партнер показа группа компаний Monolith Я держу киносъемочный аппарат, и мы очень много сняли фильмов этой камеры. Создали, можно сказать, целый киноархив, такой интернациональный. Камера тяжелая. Когда я переходил на съемки уже в видеокамеры, то всегда почему-то у меня не хватало шума, треска, так сказать, камеры. Характерный шум работающей камеры – это то, почему так сегодня скучают многие операторы. С момента появления первых киноаппаратов прошло уже больше века. Современные камеры бесшумны, имеют несравнимый с прежним технический потенциал и достаточно мобильный. Снять и смонтировать небольшой видеоролик стало возможно даже на телефоне. Но все чаще режиссеры возвращаются к дорогостоящей кинопленке. Видимо, есть в ней что-то действительно особенное. И об этом знают только те творцы, кто хоть раз держал пленку в собственных руках, склеивал кадры и был непосредственным участником одного из самых удивительных видов художественного творчества – искусства кино. Десятая муза Так в разные периоды истории называли вновь возникшую область искусства. В XVIII веке художественную критику, в XIX – театр Варьете, а в XX столетии это устойчивое выражение стали относить кино, радио и телевидению. Вполне логично, ведь считается, что вдохновение – спутник всех творцов. В полной мере это относилось и к сотрудникам редакции по производству документального кино. В Крымской студии телевидения такое подразделение было открыто практически сразу после запуска регулярного вещания. В начале 60-х годов была создана на базе Крымского телевидения киногруппа. Сюда приехали работать такие творческие ребята, окончившие в ГИК, поэтому была такая творческая атмосфера. И самое главное, что это был отдельный, будем говорить, эшелон телевидения, кинопроизводства, который субсидировался отдельно, у которого были планы, но который работал от Гостелерадио. Эта группа фактически не участвовала в процессе телевидения, хотя иногда, когда был завал, они помогали, нам снимали. Они, там было несколько режиссеров, несколько операторов и так далее, полно укомплектовано, они снимали только кино, кинофильмы. В этой киногруппе был отличный оператор, отличный, богом данная ему эта профессия, Эдуард Дмитриев. Он снял фильм «Подруги» о Марии Поливановой и Наталье Ковшовой. Он снял «Белая дача» от Чехов, он снял «Удивительный Крым», он снял много фильмов. И вот однажды я была поражена, когда видела его фильмы, и думаю, чего они меня так трогают. Это было впечатление какого-то, как сейчас, широкоформатного какого-то фильма. Если это буря в океане, и два корабля стоят, то это буря. А если это штиль, и Мария Поливанова проходит с гудком мимо Натальи Ковшовой, то это красоты необыкновенные кадры. Мне казалось, что я преувеличиваю, но тем не менее, то, что они привозили с фестивалей, доказывало, что нет. Они привозили первые места, конкурируя с Санкт-Петербургом, с Москвой и так далее. Крымская киногруппа считалась одной из лучших в Украине по производству фильмов. На первом же Всесоюзном фестивале документального кино «Человек и море» в 1968 году работа киногруппы была удостоена высшей награды. И впоследствии фильмы Крымской студии телевидения завидным постоянством продолжили занимать призовые места на Всесоюзных и даже международных кинофестивалях. Наши фильмы на всех фестивалях представляли наше телевидение достойно. Вот, например, моих авторские три фильма – это «Большой каньон», «Удивительный горный Крым» и «Лесная рапсодия». Я за них получила золотую медаль ВДНХ, и они были тиражированы и куплены в 56 стран мира. Фильмография крымского телевидения по сей день, уже многие годы, является его, конечно, честью, гордостью и историей. И только такие талантливые режиссеры, вообще талантливые наши всесъемочные группы, они могли стать самым настоящим знаком качества крымского телевидения. В этих фильмах рассказывалось о талантливых и выдающихся людях, чья жизнь была связана с Крымом, об удивительной природе полуострова и судьбоносных событиях в истории этого края. Киногруппа крымской студии телевидения считалась элитным подразделением и к ее работе относились с особым почтением. Одно дело – прямой эфир, очень сложно, конечно. Ну, мы с этого начинали, мы к этому привыкли. Но зрительская аудитория у телевидения – это Крым, и то не весь. А телефильм транслировался по всему Советскому Союзу, поэтому у нас зрителей было в 200 тысяч раз больше. Режиссер Клевцов. Мы очень ревностно относились к тому, какой группе, какой достанется сценарий. Поэтому очень много старались так, чтобы уже договариваться с писателем, чтобы он отдавал, например, именно нам. А Клевцов со своей стороны, со своими авторами договаривался. У нас были, конечно, темы такие, которые вызывали белую зависть у одной группы или белую зависть у другой группы. Потому что, ну, было такое хорошее творческое соревнование, конкуренция, если можно так сказать. Потому что, ну, естественно, это и фестивали, это и дополнительные, так сказать, бонусы. Это были творцы с большой буквы. Абсолютно все. Даже те, кто решал технические задачи. К каждому этапу работы над фильмом участники киногруппы подходили творчески, искали интересные режиссерские решения, привлекали самых талантливых и выдающихся творцов Советского Союза. Дикторов мы никаких не брали. У нас в основном народные артисты. Народный артист Юрий Саранцев, народный артист Вячеслав Тихонов, народный артист Андрей Алексеевич Попов. Но Андрей Алексеевич Попов у нас был рассказчиком в кадре, в фильме, в полнометражном фильме о Белой даче, о доме, в котором жил Чехов. И о Чехове. Конечно, фильм был потрясающий, полнометражный. Взял очень много призов на международных, на все союзные фестивали. Очень значимым и очень известным фильмом стал фильм режиссера Дмитриева «Крылья». Он был снят о первых планерах, о первых планеристах и о самом планерском. Но самым главным героем фильма был родоначальник планерского движения, авиаконструктор Антона. Там вот выросли такие люди, как Сергей Павлович Королев. Он тоже строил планер, он там сам летал. В музыкальном оформлении фильмов киногруппы принимали участие именитые композиторы всех союзных республик. А иногда приходилось в буквальном смысле из-под полы доставать зарубежные хиты. И за это отдавать баснословные по тем временам суммы из собственного кармана. К хитростям прибегали участники киногруппы и во время премьерных показов своих документальных кинолент. Порой даже использовали некоторые приемы современного 4D кино. Однажды мы снимали телефильм. Назывался он «Четыре интервью о Розе». Фильм смонтировали, повезли сдавать маску. А перед этим договорились, значит, смочили платочки розовым маслом. Эдик, Татьяна и я и сели в разных углах просмотрового зала. И время от времени платочки доставали и помахивали. И когда просмотр закончился, председатель комиссии встает и говорит, ребята, это какое-то шикарное кино, мы даже почувствовали запах розы. Ну, это все было принято на ура. Где-то внизу, у подножья, море и яркое солнце. Десятки тысяч километров крымских горных троп и дорог обошли и объездили участники киногруппы за 15 лет ее существования. Объективы их камер в некоторых районах полуострова успели запечатлеть крымскую природу в нетронутом виде. Чтобы добиться самых лучших кадров, операторы не раз рисковали даже своими жизнями. Во время съемки документального фильма «Кораби Яйла» Эдуард Дмитриев вместе с коллегами оказались в настоящей снежной ловушке. Вот это хорошо, что в первый день они все-таки отсняли и снежную долину, и заснеженные леса, и все. Потому что, проснувшись на следующий день, они не смогли открыть дверь кошары. Дверь была завалена под крышу снегом. То есть и на улице был жутчайший, просто жутчайший буран снежный. И вот эта ситуация продолжалась двое суток, и когда они почувствовали, что у них, во-первых, топить уже было нечем, а пурга страшная. И Денисов, и Губский отправляются, а Дмитриев раздевает себя все теплое, отдает им всю свою одежду, в которой он был, остается в этой кошаре в надежде на то, что они спустятся и в какие-то часы за ним вернутся. Спасти режиссера киногруппы удалось только на третьи сутки. Итогом съемочной экспедиции стали потрясающие кадры зимнего горного Крыма, полтора месяца реабилитации Эдуарда Дмитриева после лечения тяжелого воспаления легких и торжественное вынесение ему выговора за то, что подверг коллег такому риску. Иногда операторы и режиссеры на полгода уходили в морские экспедиции. За уникальные кадры и оригинальный режиссерский подход организаторы фестиваля морской документалистики «Человек и море» неоднократно отдавали пальму первенства именно крымчанам. Высокие награды заслужили работы киногруппы, связанной с Крымом, времен Великой Отечественной войны. Огненные годы Керчи. Это был очень жесткий, очень серьезный, очень тяжелый, очень болезненный фильм «До слез». Мне даже сейчас, честное слово, вот как-то перехватило дыхание, потому что то, что мы увидели там, сейчас я передохну, это даже страшно. Потому что этот период, особенно вот когда период Керченско-феодосийского десанта, который погиб до последнего человека. Именно из-за этого, из-за того, что люди, тысячи людей в катакомбах провели полтора года в Аджимушкайских, но сражались, выходили оттуда, сражались, но другого выхода не было. Вот городу не давали до 73-го года, городу Керчи не давали звание города-героя. Здравствуйте, керчане, здравствуйте, керчанки, здравствуй, Керчь, родимая земля. Наша картина «Огненные годы Керчи» режиссер Эдуард Дмитриев, Татьяна Дмитриев, ассистент, и я как оператор на Всесоюзном фестивале в Тбилиси в 1975 году получили приз «Золотой танк». Это приз Закавказского военного округа. Ну и, как все призы раньше, значит, мы его подержали в руках, и он, конечно же, уехал в Киев. История киногруппы Крымской студии телевидения завершилась в 1977 году. Как раз в это время появилась в эфире первая реклама, и необходимость в создании короткометражных кинолент отпала сама собой. К тому же Гостелерадио СССР более не мог финансировать региональные подразделения по производству документальных фильмов. У нас было, значит, финансирование на уровне финансирования любой крупной киностудии документальных фильмов в Советском Союзе. Очень серьезные капиталовложения именно в киногруппу телевидения были со стороны Гостелерадио. Некоторых сотрудников киногруппы Крымской студии телевидения пригласили работать в Киев, кто-то переехал в Минск или Москву, остальные продолжили развивать телевидение в Симферополе. А документальные ленты, которые были созданы в Крыму более 40 лет назад, и сегодня восхищают зрителя. Я вспоминаю эти годы, что ребята, которые работали здесь, и когда мы общались, когда приезжал, конечно, чувствовалось, что они к работе относятся с энтузиазмом, что они ищущие ребята. И в творческом плане, так сказать, и те, которые занимались техникой, тоже старались, так сказать, чтобы качественно эта продукция выходила, потому что, ну, 35-метровая пленка – это профессиональная пленка, и те же фильмы, которые снимали здесь, что нужно было сохранить эти для будущих поколений. И вот мы совместно, так сказать, для Крымского телевидения снимали такие фильмы, как «Напиши мне письмо», «Солнце и дружбе салют», «Улыбки Артека». Расставаться с друзьями очень грустно. Казалось, что этот день никогда не настанет. Сотрудничество работников Крымской студии телевидения и киностудии «Артекфильм» было очень тесным, и не только в кинопроизводстве. Кадры самых интересных событий и мероприятий, которые проходили в популярном детском лагере, операторы отправляли в Симферополь, где в тот же вечер ялтинский сюжет выходил в новостном эфире. А гостями Артека были действительно выдающиеся личности – космонавты, высокопоставленные партийные работники, ученые и звезды эстрады. Юрий Алексеевич Гагарин был частым гостем в Артеке. Он, конечно, встречался с ребятами, они его любили, расспрашивали очень много о космосе. Но эти кинокамеры снимали не один раз, потому что он много раз же с ребятами встречался. А вот эта камера у нас появилась в 1975 году. И снимали мы в основном информационные материалы, события, которые проходили, и тут же отправляли на крымское телевидение, на проявку и потом, так сказать, в эфир. Эти же камеры были вот такого плана и на крымском телевидении. Операторы тоже снимали. Первая в мире примитивная кинокамера «Кинетограф» появилась в 1891 году. Ее создателем стал американец шотландского происхождения Уильям Диксон. Первым профессиональным киносъемочным аппаратом можно считать синематограф, который братья Люмьер представили зрителям 22 марта 1895 года в Париже. В 1924 году Джон Берт явил миру свое творение — первую механическую телекамеру. А немецкий изобретатель Пауль Непков проработал принцип преобразования изображения в видеосигнал. Но только к 1940 году после разработок инженеров-электронщиков Зварыкина и Фарнцуорта кинокамеры приобрели более компактный вид. В 1956 году разработчики Чарльз Андерс и Чарльз Гинсберг продемонстрировали обществу видеокамеру, которая одновременно записывала и видео, и звук. Один из самых известных и массовых советских киноаппаратов, выпускавшийся в разных модификациях, общей сложности с 1954 до 1992 года — «Конвас-автомат». Этим аппаратом в основном снимали первые фильмы сотрудники Крымской студии телевидения. Для информационных сюжетов операторы использовали кинокамеры «Киев-16У» и «Кинор» из 70-х годов в Красногорск. Для того, чтобы оперативно снимать, три объектива на турели располагаются. Видите, тут и телевики, и широкоугольники. Так что очень удобно. Раз, и перекинули мы. Вот, и имеется кассета. Рулончик такой вот небольшой получается. И всем это хватает на две минуты. Кинокамеры не позволяли записывать звук. Независимо от того, что есть звуковая дорожка, на которую можно писать. Но тогда не было таких вариантов. И записывали звук на репортер. Если операторская группа, режиссерская едет на съемки, то обязательно у них есть кинокамера, на которой снимают видео. И есть магнитофон. В данном случае репортеры использовались венгерские. Но они очень надежно работают и все. То есть бытовая техника там не подходила. Процесс кинопроизводства был сложным и трудоемким. Необходимо было ухаживать за проявочной машиной, готовить специальные химические растворы. Нередки были случаи, когда пленка рвалась, и весь отснятый материал оказывался утерян. Для более качественной проявки пленки в съемочной группе приходилось ехать в Киев или в Москву. А потом с помощью специальной копировальной аппаратуры негативы преобразовывали в позитивы. Фильмы, снимавшиеся совместно с «Артекфильмом», монтировались на Ялтинской киностудии. Там же они и озвучивались. Поскольку сейчас уже видеокамеры, видеомагнитофоны, все проще, так сказать, делается. Вот это даже один пример, так сказать, чтобы нам титры снять было, причем это еще двойная экспозиция, то мы, так сказать, брали в большой лист стекла, на нем наклеивали буквы, вот, выходили на улицу, там, проецировали на какой-то пейзаж, так сказать, вот, и сцену какую-то, и снимали вот через стекло. И так получалось, что у нас двойная экспозиция. Монтаж фильмов был работой, требующей не только творческого подхода, но исключительной сосредоточенности. Монтажер и режиссер приступали к процессу создания кино как хирурги, с чистыми руками и в белых халатах. От плодов их творчества зависело многое. И качество изображения, и плавные переходы кадров, и точная синхронизация звука с изображением. Нужно склейку так сделать, чтобы она была ровненькая. Положить, так сказать, на перегородку кадра, обрезать, заложить сюда зубчики. Если ты срежешь больше, так сказать, когда будут просматривать фильм, то будет не в кадре. Половина экрана будет одного кадрика, и половина другого кадрика проецироваться. Так что надо более точно работать за монтажным столом. Камеры, которые снимали документальные фильмы, использовались и в каждодневной работе студии телевидения. Однако было четкое разделение на кинооператоров с мобильными камерами и телеоператоров, работающих в студии и на ПТС. Было пять объективов. Переключать 35-й, 85-й, 100-ка, 130. Ну, разные. Вот. Значит, если надо, то я буш поднимаю. Поднимается до двух метров высота. И уже приходится так смотреть. Может быть, что-то внизу надо. Я буш опускаю камеру и смотрю вот так. Так, как идет все это по сценарию, как бы всяк. Вот. И объективы меняю постоянно по той нужде, как это все надо. И главное движение. Это настолько сложно было. Я на колесиках маленьких, таскаю камеру, чтобы не перевернулась камера. Она очень легко может перевернуться. Вот. И чтобы не наехать на этот кабель, специально брали девчонок. Ну, они с ассистентов, резиссеров. Ну, постоянные рабочие наши. Вот. осознавали и очень старались. Особенно, если похвалишь, там за пультом сидишь, ну, там из кожи лезут, чтобы именно те кадры выбирать, которые необходимы. Зря акции следить в студийном павильоне. Кореняка, Володя, Юра Зубков, Николай Петровский, Кашуба Валентин. Значит, к сожалению, уже никого из них нет в живых. Значит, Толик Кутенко, он с детства приходил, там ночевал на студии. Потом, конечно, закончил школу и стал оператором. Причем нигде не участвовал. Вот его просто научили ребята. Вот его очень тоже уважали. И они все уникальные люди, конечно, были. Лично я благодарен судьбе, что я встретился с такими кинооператорами и телеоператорами, которые дали мне понять, как оператору, что такое цвет, что такое линия, что картинка может означать. То есть драмы, свет может человека. Свет – это основополагающая кино- и телеоператора. Многие операторы, режиссеры, они специально бывают в музеях, смотрят на именно те картины метров, чтобы понять, откуда падал свет, как он падает. Мягкий он, жесткий он. Принцип у любой камеры один. И для оператора один принцип. Найти четкую картинку. Найти такую картинку, чтобы после меня ни один оператор ее не нашел. Вот если он найдет свою такую картинку, и еще попытается высветить ее, если требует она до того, то тогда это оператор. У каждого профессионального оператора есть свой почерк, уникальный взгляд, собственная манера выстраивания кадра. Операторы крымской студии телевидения по-доброму конкурировали между собой. Все стремились быть лучшими в своем деле. Наработанными знаниями и хитростями операторского мастерства мэтры охотно делились с юными коллегами. Хочу особо подчеркнуть двух людей в своей жизни. Это Зубкова Юрия Леонидовича и Кучерука Владимир Николаевича. Юрий Леонидович Зубков, он был из тех операторов, который работал классическим светом. То есть это минимум каких-то цветов, это максимум три цвета. Кучерук же, он делал картинку более художественной. Он подходил к картинке с цветами. То есть он более любил приукрасить. Одну смену я работаю с Кучеруком, я должен делать это все в цветах. Приходил на другую смену, попадая к Зубкову. Я как-то хотел, был случай, подкрасить фильтрами, за что я потом сильно поплатился. Каждый хотел слепить из меня своего. И я тогда не понимал, я даже местами обижался на них, потому что не мог понять суть. Сейчас я уже говорю, что между ними был такой профессиональный бой. А для меня в жизни это дало очень сильную школу. Высоко ценились кинооператоры-ювелиры. Те, кто мог снимать практически без брака. На съемку отводилось определенное количество кинопленки. Учитывались и дубли, и предполагаемые ошибки оператора. К примеру, один качественный кадр к трем некачественным – это норма для новостей. Один к пяти разрешалось, если снимали художественную передачу. Во время монтажа кадры, которые не были использованы, выбрасывали специальную корзину. Отсюда и пошло, устойчивое в профессиональных кругах выражение о бракованном материале – съемка в корзину. Неиспользованную пленку из корзины утилизировали на серебро. Дело в том, что эмульсия, которую наносили на целлулоидную основу кинопленки, содержала этот благородный металл. В целях экономии пленка вторично перерабатывалась, и серебро наносили уже на новую. За перерасход пленки оператору урезали зарплату, и он мог лишиться права снимать постановочные кадры. Если ты оператор, то, конечно, должен быть и режиссер УРОМ, потому что здесь моментально нужно, так сказать, сообразить, откуда снимать, как снимать, что снимать, потому что идет событие. И здесь уже, так сказать, не остановишь это событие, которое проходит, что нужно моментально соображать, как построить кадр. Предприимчивые кинооператоры списывали неизрасходованные метры пленки, а сэкономленный материал зачастую выручал журналистов, когда им не хватало пленки для работы над другими сюжетами. Снимали мы еще на 8-миллилитровой пленке, на негативе. Все это проявлялось в жутких условиях. Иногда заряженная пленка обрывалась вся, и уже тогда все. Это была такая печаль и для тех, кто проявлял, и для тех, кто снимал, и для меня, редактора. В день пять обязательных сюжетов из разных регионов Крыма. Так начали работать новости, как только стало возможным снимать события на кинопленку. Съемочная группа выезжала из телецентра практически на рассвете, а возвращалась к 12 ночи. Утром оператор сдавал отснятый материал в проявку, журналист писал сюжеты, а на следующий день они снова садились в машину и отправлялись на поиски новых интересных материалов. Вы знаете, за рубежом говорят, что каждый журналист, который приходит на телевидение, он непременно должен пройти информационную редакцию, информационное поле. И я должна сказать, что это труднейшая профессия, труднейший отрезок времени у меня в жизни, потому что там работа на полный износ. И самое главное, конечно, это было время, которое давлело над тобой. Сегодня, сейчас, немедленно выпуск. Это было очень тяжело. И я начала подумывать, не распрощаться ли мне с телевидением, это невыносимо. Ни дома, ни... Ну, бесконечно. Я где-то в пути, в ночи, в холоде, в морозе. Журналист, когда выезжал куда-то, я оператор знал, что будет работать до тех пор, пока светит солнце, пока можно снимать. Тогда на кинопленку, это на видео сейчас, намного проще, намного легче. А тогда это освещение. Чемоданы вот такие таскали с собой. И не один, а два чемодана. Штативы такие, что, извините, пожалуйста, человека можно убить. Килограмм по 6, это 12 килограмм, плюс два чемодана. Информационная редакция ежедневно выпускала 10-ти или 15-ти минутные новостные программы. Но поскольку журналистам не всегда удавалось оперативно выехать и снять материал, руководством Крымской студии телевидения было принято решение о привлечении к работе нештатных сотрудников во всех городах Крыма. У нас были добрые взаимоотношения со всеми службами, с силовыми, в первую очередь, с ГАИ, с управлением пожарной охраны, МЧС, гражданская оборона. Ну, короче говоря, не было такой сферы, где у нас бы не было людей, которые хотели помочь. Не то, что заставляли мы. Крымчане с большим удовольствием принимали участие в телевизионных съемках. И больше всего им нравилось видеть себя и своих знакомых в новостном эфире. В информационную редакцию часто поступали звонки с просьбами повторно приехать в колхозы и на предприятия, поскольку внимание работников телевидения улучшало производительность труда людей на 20, а то и на 30 процентов. Но никто даже представить не мог, сколько тратится времени и сил на производство 15-минутной новостной программы. Только на монтаж одного сюжета отводилось 2 часа в день. По современным меркам этого времени более чем достаточно. Но нам не стоит забывать, что журналисты новостей снимали свои сюжеты на кинопленку вплоть до 1992 года. Это непросто. Это не то, что сейчас пипочку нажал, кнопочку нажал и стык автоматически сделали. Монтировали по локоть. Матюшкина. Но она была режиссером от Бога. Брала текст большой на локоть. Поменьше текста до локтя. Все. А потом уже, ну вот доброе слово скажу о Виктории Маргун. Пришла, она изменила нашу подготовительную работу. Всегда общалась с редактором не то, что поставить, не поставить, а то важное, что отсняли. Получившему опыт работы в информационной сфере редактору могли доверить собственную авторскую программу. Это совершенно другой вид работы журналиста, требующий большей творческой отдачи, понимания глубины сюжета и всестороннего изучения темы программы. В эфире Крымского телевидения показывали детские, музыкальные, спортивные, просветительские, патриотические передачи. Все, что пользовалось спросом у зрителей. Журналист никогда не может быть равнодушным. Если это тебя не трогает, не берись, не делай этого. И я никогда за 45 лет работы на телевидении не позволила себе прийти в эфир неподготовленный. Мне сейчас снится сон, что я не готова, что я не подготовила вопросы, что я вообще не знаю этого человека, что это за человек. Это может только во сне присниться, я просыпаюсь в ужасе до сих пор, потому что эфир это такое серьезное, такое требующее полной отдачи. Ты должен день просидеть, хотя бы день, а может и 5, и 10. И все же, работа журналиста, несмотря на все сложности профессии, была одной из самых интересных на телевидении. Именно корреспонденты становились первыми свидетелями невероятных, а порой судьбоносных событий на полуострове. У них была возможность лично видеть и разговаривать с первыми лицами государства, почетными гостями и выдающимися личностями страны и Крыма. Тебе судьба дает возможность знакомиться с самыми интересными людьми, с удивительными людьми, хотя неинтересных людей в жизни нет, таких не существует. Все люди очень интересны, каждый по-своему. Я познакомилась с таким человеком, как Олег Пермяков, он тогда только начинал свой золотой ключик. Они еще по кирпичику строили, даже каменьку уборовали, рассказывали, строили свой театр. Я познакомилась с Аркадием Львовичем Захарьяным, уникальным человеком, хирургом, которого, к сожалению, уже нет. Я была свидетелем, когда люди стояли в коридоре, уже выписавшись из отделения, и ждали его часами, только чтобы поклониться ему в ножке и сказать ему огромное спасибо. Я никогда не пожалела, что я стала не просто журналистом, а тележурналистом. И я сказала, когда я пришла, я сказала, я уйду отсюда только тоже тележурналистом. Это прекрасная профессия, тяжелейшая, какая только может быть в мире. Это забыть дом, забыть ты сам, по 10 лет не являющийся ни к врачу, ни к кому, хотя уже надо. При нашем оснащении это был такой подвиг сделать то, что мы делали, честное слово, из ничего, потому что оно и качество плохого. И много нам его не дают, отдают крохи, и говорят еще за то, что ты перебрал пленку, тебе выговор. Понимаете? И вот в те годы, кто работал, это люди, ну, без остатка отдававшие себе, без заставки отдававшие себя этому делу, делу, которому ты, в общем-то, служил, бескорыстно, без всяких особых похвал. 12 октября 1967 года в Советском Союзе вышел закон об изменениях в сроках обязательной воинской службы два года вместо трех. 15 октября в Волгограде завершилось строительство монумента «Родина-мать», а 30 октября впервые в космосе была произведена автоматическая стыковка советских кораблей «Космос-186» и «Космос-188». Все эти события всесоюзного масштаба крымский телезритель увидел в цветном изображении. Вопрос стал в Советском Союзе это при Никите Сергеевича Хрущеве, кстати. Он поехал в США к нашим заклятым друзьям и вот ему показали, он же хвалился, что у нас первый космонавт, все, а ему показывают, смотрите, цветное телевидение, а у вас-то нету. И он приказал собрать целую бригаду наших ученых, разработчиков и хотели взять систему, а у них американская система НТС, но она очень сложная. Если вы видели американское телевидение, оно ядовитые краски такие, нехорошие. И мы могли уже вот-вот перейти на это, ну, новые настроились и все мощности, под это уже начинали разработку. И тут вот случился этот полет Пауэрс, когда самолет-разведчик, и его сбили наши, и Хрущев рассердил, ну, разрыв отношений, между над нами. И все, отменить это дело. Вопрос внедрения цветного телевидения в стране лидеры Советского Союза решили с помощью французских технологий. В 60-х годах прошлого столетия Франция и СССР находились в теплых дружеских отношениях, а французская система телевидения СИКАМ даже лучше подходила для радиорелейной передачи телевизионного сигнала. Старт цветного вещания в Советском Союзе партия приурочила к 50-летию Октябрьской революции. С 1 октября начались регулярные трансляции московским телецентром на Шаболовке. В этот же день на прилавках магазинов появились и первые цветные телевизоры отечественного производства. Вот этот фильм-то «Бременские музыканты» пошел. Это же он был снят для этого показа. Был телемост Москва-Париж. И мы смотрели, бегали на 29-ю станцию радиорелейной. Привезли первый французский телевизор. И когда мы пошли туда, ну, разрешили, конечно, все собрали. Он стоял открытый весь, потому что стреляло высокое напряжение там, 30 киловольт. Можете представить? И вот мы впервые увидели эту трансляцию цветного телевидения. Это 67-й год был, да. Это я вот запомнил. Для меня, конечно, было потрясение. Да. Пройдут годы, прежде чем у крымской студии телевидения появится возможность снимать и регулярно показывать собственные передачи в цвете. А жители СССР массово смогут позволить себе купить цветной телевизор. Предприимчивые телезрители будут раскрашивать экран с помощью трехцветных прозрачных пленок. Верхняя полоска голубая, как небо, нижняя зеленая в цвет летней травы, а середина желто-коричневая. Такой триколор больше всего давал совпадение в летнее время. Как говорится, дешево и сердито. Первые реконструкции техническое перевооружение на Симферопольском телецентре произошли спустя 12 лет после запуска регулярного эфира. Появились новые камеры и оптический монтажный стол. Произошла полная замена всего лампового телевизионного оборудования. Новая техника работала на транзисторах. Это позволило в разы уменьшить энергопотребление, ее параметры сохранялись лучше, а сотрудникам телецентра стало намного легче работать. Изменения смог оценить и крымский зритель. Изображение стало четче, контрастнее и ярче. Были введены в эксплуатацию и новые видеомагнитофоны Кадр-3, которые позволили записывать телевизионные программы на магнитную ленту, а затем выдавать их в эфир. Использовалась магнитная пленка шириной пятьдесят и восемь миллиметров, два дюйма. И пленка это имело два слоя основа ленты и второй рабочий слой феромагнитный. Этот феромагнитный слой сыпался. А раз сыпется феромагнитный слой, он засоряет чель в видеоголовки. Бывало так, что если вот кто помнит эти все программы, идет просто полоска идет. Полоска это значит одна головка была забита. И приходилось в эфире переходить на резервный магнитофон. А в это время магнитофон, где идет брак, останавливались, прочищали спиртом эти видеоголовки, опять вставляли пленку, входили в синхрон и дальше уже воспроизведили в эфир, возвращались на основную. Впервые магнитная лента была использована для записи данных в 1951 году американской компанией Экерт Мокли Computer Corporation. 14 апреля 1956 года калифорнийская фирма Ampex представила первый в мире видеомагнитофон. Основателем компании, главным ее инженером являлся русский мигрант, бывший полковник царской армии Александр Понятов. Магнитный вид носителя информации подвергался изменением и усовершенствованием в течение четырех десятилетий. Качество продукта увеличивалось, а ширина самой ленты уменьшалась. Вплоть до середины 90-х годов XX века кассеты с магнитной лентой использовались в качестве основного внешнего запоминающего устройства даже во многих домашних персональных компьютерах. Срок эксплуатации носителей с магнитной ленты гарантированно составлял 30-40 лет. Ведущими производителями магнитной ленты в СССР являлись Шосткинская ПО «Свема», Казанская ПО «Тасма» имени Куйбышева и Переславская ПО «Славич». В Симферопольском телецентре полностью заменили запись видео с магнитной ленты на цифровые носители в 2006 году. Конечно, это был большой прорыв в производстве телепрограмм. Во-первых, заблаговременно можно было готовить программу к эфиру. Во-вторых, можно было программу верстать из фрагментов которые записывались ранее. Потом всякие неприятности, которые были на записи. Можно было в режиме вставки ликвидировать. То есть программа готовилась для эфира в чистеньком вылизанном виде. В 1971 году в СССР стартовала девятая пятилетка. Продолжалась Брежневская эпоха. Советские планетоходы первые в мире совершили посадку на Луне и Марсе. Завершилось масштабное строительство газопровода Бухара, Ташкент, Фрунзе, Алмата. Произошли изменения и в работе Крымской студии телевидения. 1 июля ее переименовали в Крымский областной комитет по телевидению и радиовещанию. А спустя год телепередачи начали выходить в эфир на канале украинского телевидения. Первое время вещание длилось 60 минут в день, с 6 до 7 вечера. А с 1979 года его увеличили до 2 часов. Мы были категорически зависимы от Киева во всех отношениях. Могли нам за то, что не послушали, уменьшить выдать пленки. Если им не понравилась тематика или что-то мы хотим сказать, они снимали передачу. И второе, что раз у вас нет украинских журналистов, то мы будем присылать вам. Украинизация местных передач и появление в 1979 году в Крымском эфире второй программы центрального телевидения привели к потере большого количества русскоговорящих телезрителей. Перед руководством Крымского телевидения стал непростой выбор, а слушаться начальников сидящих в Киеве или навсегда остаться без своего зрителя. Поэтому на украинский язык мы и не хотели переходить. Скажу, что упорством переубедили всех. В списке стратегически значимых районов Советского Союза Крым всегда находился в первых рядах. Здесь базировался военно-морской флот, находились крупнейшие здравницы, а при помощи ПТС регулярно осуществлялась связь с космосом. Поэтому крымским телевизионщикам одним из первых в 1974 году заменили оборудование аппаратно-студийного блока на новый тип Большая Москва. Спустя три года была получена передвижная телевизионная станция цветного изображения Лотос, а 4 апреля 1983 года крымчане увидели и студийные программы в цвете. Новый аппаратный блок Перспектива стал неотъемлемой частью прогресса всего телевидения. Реконструкция шла целый год, но даже в период переоборудования Симферопольский телецентр ни на минуту не прекратил своего вещания. Конечно, переход с черно-белого на цветной был для нас очень таким насыщенным, потому что цветное телевидение, как говорили, это не очень просто. Нам пришлось на ходу самостоятельно учиться, обучаться, потому что оборудование прибавилось чуть ли не в два раза. Потому что передать свет было намного сложнее. С появлением в конце 70-х годов на крымском телевидении видеомагнитофона кадр 3 стал осуществляться линейный монтаж. И применялся он вплоть до появления программ компьютерного монтажа. Бобины эти были тяжелые. Мы поднимали эти бобины, вставляли в магнитофон. Нужно было потом снять, поставить следующую бобину. Это когда шел процесс монтажа. Сложно было, тяжело, но это была работа. Работа была очень интересная. Тот, кто пришел работать на телевидение, он уже не уходил. Это наркотик. От него не излечишься. Друг друг понимали технический работник и творческий работник. Творческий говорил, мне вот это надо, это мне не надо. И под это подстраивался технический работник. То есть взаимосвязь была великолепная у них всегда. Телецентр, в дальнейшем ГТРК Крым, это была кузница кадров всех телевизионных работников. С распадом великой страны произойдут колоссальные изменения не только в жизни граждан Советского Союза, но и в судьбе крымского телевидения. Спустя 35 лет после подключения радиорелейной линии Москва-Симферополь вещание вернется на собственный канал, появится больше эфирного времени, увеличится количество передач и расширится штат сотрудников. В истории главного крымского телевидения начнется новая глава. Я там, где ребята толковые, я там, где плакаты вперед, где песни рабочие новые, страна трудовая поет. Забудите сердце, сердце волнуется, почтов и покурится грусть, мой адрес недолго не минуется, мой адрес Советский Союз. Союз. Продолжение следует...